добрый день уважаемые студенты меня зовут сергей конторович я буду с вами на протяжении нескольких уроков тема которой мы будем с вами размышлять это тема очень простая и больная потому что мы будем говорить о взаимоотношениях между христианством и иудаизмом евреями христианами и об истоках и причинах тех напряжений трудности в этих взаимоотношениях которые существуют очевидным образом однажды несколько лет назад давно один мой друг задал мне вопрос христианин ли этот вопрос и ответ на него для меня и мой ответ потом для моего друга оказались очень непростыми и вот по какой причине дело в том что в сознании моего друга как и в сознании я думаю большинства христиан между словом христианин и между верой в иисуса существует даже не равенство тождество человек который не называет себя христианином в этом смысле как бы даже отрекается от христа восприятие большого количества христиан однако нужно признать что этот термин христиане название христианин христианство возникло в антиохии в не еврейской общине ранних верующих в иисуса и это очень понятно потому что эти вчерашние язычники они больше не принадлежали к своим языческим религиям и культам но в то же время они не прошли гиур не стали евреями не приняли иудаизм для себя и для них вопрос идентичности вопрос самоидентификации стоял очень остро кто они поэтому было ли христиане самоназванием или их так стали называть оно закрепилось и это понятно но вся ранняя еврейская община верующих в ишо мессию в иисуса христа она вопросом самоидентификации не задавалась все эти люди все эти евреи оставались время и оставались иудеями приход еврейского мессии они видели в иисусе христе вы еще еврейского мессии ничего не изменил для них в этом смысле они не переходили ни в какую другую религию они были евреями иудеями и вера в то что еще мессия умер за и грехи и воскрес не меняла их самоощущение самого восприятия однако сегодня еврей который поверил в иисуса как бы перестать быть евреем и для христиан и для евреев как произошла такая трансформация я расскажу две забавные истории когда мой отец пришел к вере в иисуса христа то к нему дошел один служитель церкви христианской церкви и поздравил моего отца словами поздравляю вас федор самуилович вы больше не еврей это выглядит забавно может быть для кого-то для кого-то нет но это отражает определенный взгляд на этот вопрос с другой стороны я расскажу вам историю моего хорошего знакомого израильского верующего в миссию миссианского верующего который как-то шел утром на служение и его остановили представители антимиссионерской организации одной со словами это еврей они спрашивают еврей человек или не еврей из тех кто идут на служение и если чё горишь он не еврей то они так сказать и не препятствует человек идет дальше если человек говорит что еврея они стараются как-то отговорить человека идти на служение так вот этот мой знакомый миша он такой характерной яркой семитской внешности человеку он внезапно им отвечает и они евреи они растерялись и в этой растерянности говорят ему а кто же ты он говорит швед они говорят как так швед он говорит ну вы же сами говорите что если еврей верит в иисуса то он больше не еврей я подумал меня теперь есть выбор буду шведом это конечно шутка но дело в том что получается что обе стороны и христианское и еврейское они смотрят на этот вопрос одинаково еврей который поверил в иисуса больше не является евреем как это произошло если ранняя община еврейская община верующих в иисуса была еврейская они чувствовали себя времени жили как евреи они оставались евреями а спустя какое-то время это стало невозможно и для христианской точки зрения и для еврейской более того с точки зрения еврейской ситуация с обращением еврея в христианство и с обращением христианами евреев христианство выглядит очень драматично с точки зрения народа израиля народ израиля подвергается геноциду на протяжении последних там примерно двух тысяч лет как какие-то периоды христианская церковь и христианская цивилизация пытается евреев уничтожить физически как это было неоднократно разные эпохи когда евреев не пытаются уничтожить физически то их пытаются таким или иным способом ассимилировать то есть уничтожить духовно как духовную единицу как народ завета поэтому христианская проповедь евреем воспринимается евреями как разновидность такого рода геноцида поэтому конечно с миссионерами пытаются бороться давайте поговорим о том каким образом приход еврейского миссии вера в него превратилась в двухтысячелетний кошмар для народа израиля каким образом это могло произойти может быть вам кажется что это дела давно минувших дней может быть вы думаете что вы не имеете к этому отношения потому что это эпоха крестовых походов может быть инквизиции может быть там погромов на юге россии но на самом деле это не так поскольку в сознании и восприятие веры в иисуса христианском сознании христианского восприятие мало что изменилась то дело не в крестовых походах и не в инквизиции мы об этом будем говорить. Начнем мы с библейской перспективы. Все мы живем в плену каких-то стереотипов. Все без исключения. Я и вы, все люди. Чем древнее стереотип, чем он нормативнее, чем он привычнее, тем он меньше шансов, что он будет подвергаться какому-либо сомнению. В случае с христианством мы имеем дело с двумя стереотипами. Это отмена закона, который содержится в Торе, и это отмена избранничества народа Израиля. Откуда берутся эти две отмены и имеют ли они место в Священном Писании. Эти две идеи отмены существуют на одной очень важной концепции, что заключен Новый Завет, и этот Новый Завет отменяет предыдущий Ветхий Завет, который даже Ветхий, обетшавший, испортившийся. Хотя слово Ветхий, конечно, означает просто древний или прежний. Так вот, начнем мы с того, что когда мы читаем Священное Писание, то мы имеем дело на самом деле не с двумя Заветами. Не с Ветхим Заветом, заключенным на Синае, и с Новым Заветом, заключенным в жертве Мессии Ишо. Мы имеем дело с гораздо большим количеством Заветов. И нам стоит посмотреть, как эти Заветы взаимодействуют друг с другом, и отменяет ли следующий Завет предыдущий. Начнем мы, например, с Завета с Ноем. После потопа Господь Бог заключил с Ноем Завет. Это книга Берешит, книга Бытия, 9 глава, с 8 по 17 стих. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставляю Завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и с всякой душою живою, которая с вами, с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земные, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю Завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли». «И сказал Бог, вот знамение Завета, которое я поставляю между мною, между вами и между всякой душою живою, которая с вами врода навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением Завета между мною и между землею, и будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню Завет мой, который между мною и между вами, между всякой душою живою и всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет, когда радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет, вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плотью, которая на земле. Текст говорит о том, что Господь Бог заключил завет с Ноем и его потомством, а это означает, что не только с его сыновьями, но и со всем человечеством, которое произошло от Ноя и его сыновей. И этот завет говорит о том, что человечество больше не будет уничтожено водами потопа, знамением чего является радуга. И мы знаем, что никогда этот завет в дальнейшем не был отменен, то есть никакие следующие заветы не меняют ситуацию, и мы можем жить уверены в том, что наше поколение, наша цивилизация не будет уничтожена потопом, так как это произошло с цивилизацией допотопной. Следующий завет, с которым мы имеем дело, который мы знаем, это завет между Господом Богом и Авраамом. Это книга Берешин, книга Бытия, 17 глава, с 3 по 11 стих. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и между тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Это есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами». Завет также назван вечным. Причем завет с Авраамом не отменяет завет заключенный с Ноем. А мы знаем, что все последующие заветы не отменяют завет заключенный с Авраамом. Далее мы имеем дело с Синайским заветом. Книга Шмот, Исход, 31 глава, с 12 по 18 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым так, «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я, Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто освернит ее, тот будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой день суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти, и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Так мы видим, что Бог заключает на Синае с народом Израиля завет, новый завет по отношению к предыдущим, и знамением этого завета между Богом и народом Израиля является суббота, соблюдение народом Израиля субботы, и новый Синайский завет не отменяет ни завет с Аврамом, ни завет с Ноем. Более того, каждый завет, он как бы вбирает в себя все, что было сказано и все, что содержалось в заветах предыдущих. Таким образом, каждый завет, он базируется, как бы стоит на фундаменте, или там на предыдущих этажах предыдущих заветов. Интересно, что Исаия также называет заветы, заключенные на Синае с народом Израиля, вечным. Исаия 24 глава 5 стих «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Очевидно, что очередной вечный завет не отменил все предыдущие, ни одного из предыдущих. Кроме перечисленных заветов были, конечно, еще заветы частные, был завет, заключенный Богом, например, с Давидом, завет, заключенный Богом с Аароном. Причем нигде в Танахе не говорится, то есть в Ветхом Завете не говорится, что завет, заключенный через Иешуа, новый завет, будет отменять предыдущие заветы. Давайте послушаем, а что же говорил сам Мессия Иешуа, Иисус Христос, о заветах, заключенных прежде. Возможно, Спаситель, будучи Христом, будучи Мессией, имел особую власть отменять предыдущие заветы и их условия. Но вот что говорится в Евангелиях, например, Матфея 5, глава 17 по 19 стих. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Интересно, что временем, до которого существует Синайский Завет, то есть заповеди, содержащиеся в Торе, которые Бог дал народу Израиля, определяется как существование неба и земли, а не заключение Нового Завета. И, собственно, с этим связана и оценка людей, которые или учат соблюдать, и как их соблюдать эти заповеди, и тогда они нарекаются в Царстве Божьем великими, или люди, которые сами не соблюдают, и других этому учат, и тогда они в Царстве Божьем называются ничтожными. Более того, Иешуа в своем учении очень резко осуждает нарушителей закона. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Я отдаю себе отчет, что все вы читали много раз этот текст, вообще тексты нового, за это Евангелие, и уверен, что никогда не обращали внимание на слово беззаконие. Для еврейского учителя, которым, собственно, являлся Иешуа, под словом «закон» может означать только одно. Он не имел в виду, конечно, гражданские законы Римской империи или какие-то другие законы, там, законы физики. Когда он говорит закон, он имеет в виду законы Торы, а когда он говорит о беззаконии, он, конечно же, имеет в виду отвержение заповедей Торы. Согласно тому, что говорит здесь Мессия Иешуа, Спаситель, ни чудотворение, ни исцеление, ни изгнание бесов не являются доказательством принадлежности к Царству Божьему и к Вову ученикам, но только соблюдение заповедей Божьих. Матфея 24 глава 12 стих говорится, «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». То есть на самом деле отвержение заповедей Божьих является причиной охлаждения любви. Слово «аномос» встречается на страницах Нового Завета множество раз. И я понимаю, что это слово, означающее отвержение закона, ускользает его истинный смысл от христиан, читающих текстов Нового Завета. И мало кто задумывается о том, что в устах религиозных учителей еврейских, к коим мы относим и самого Мессии Иисуса Христа, и его учеников, может означать только одно. Может означать закон, данный Богом на Синае, еврейскому народу в рамках заключенного там Завета. На этом мы сегодня закончим. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин